Этическая новость этого дня пришла из Брянска. Там завершилась эпопия с исчезновением и всенародными поисками девятимесячной Ани Шковцовой, по словам её матери, украденной прямо в коляске среди бела дня. Несколько часов назад останки девочки нашли в полусотни километров от города. Но даже не это делает всю историю запредельной даже по нынешним циничным временам. Как выяснилось, душегубами и детоубийцами были Анины родители. Хладнокровно спланировав и разыграв всю историю с похищением, они потом столь же хладнокровно врали и следственному комитету, и многочисленным сочувствующим изображая то истерику, то безутешное горе. Евгений Голованов в Брянске и Иван Трушкин в Москве восстановили все детали этой мрачной драмы. Сейчас у дома, где жила Аня Шковцова, букеты живых цветов и приносят сюда люди, потрясенные этой трагедией, возможно, даже не знавшие эту семью. А вот такими объявлениями о пропаже ребёнка до сих пор отклик буквально весь Брянск. Вот только необходимости в них уже нет. Сегодня утром после ареста и допроса основного подозреваемого тело девочки было найдено на кладбище за городом. Место захоронения девятимесячной Ани указал сам отец Александр Кулагин. Он уже признался в убийстве. Громкие ссоры со скандалами в семье Шковцовых случались нечасто, говорят соседи. И, как правило, всё заканчивалось максимум битьем посуды. Я никогда не думала, что это может закончиться убийством. Я думала, что, ну, украли, может, чтобы мы убили родителей. Это кошмар. Это беда, это трагедия. Для нас, лично для нас. Потому что каждое утро мы просыпались, и я слушала телевизор, нашли, не нашли. Всё это три недели. Сколько людей? Тысячи людей задействовано, которые бросали своих детей, искали этого бедного ребёнка. Что чувствовали они, когда ходили по улицам и смотрели в глаза людям, я не знаю. Никто из соседей даже не догадывался, глядя на счастливую пару, гуляющую во дворе с коляской, что они убили своего ребёнка. Даже на допросе Светлана была абсолютно спокойна. Спокойно так с кошкой играла. Следователям говорила, чтобы мои кошки понравились. Не знаю. Неадекватный какой-то. Я не знаю. Я была в шоке. И сейчас узнала, я не знаю. Я рыдала. За эти дни я их несколько раз видела. И обе, да, радостные. Оба как бы радостные. Тоже улыбаются, смеются. Как заявляет сама Светлана, чтобы избежать наказания и завести следы, Кулагин заставил её висценировать похищение. Но следователь сомневается, что делала она это не по собственной воле. Так талантливо по принуждению не сыграть. Верните нашего ребёнка. Мы её ждём и любим. Мы каждый день ходим и покупаем его игрушки. Вождение того, что она придёт домой. Верните. Верните месяц, чтобы приезжать домой. Этим слезам убитой горем матери едва не поверила вся страна. Сейчас эта сцена поражает своим цинизмом. Даже родители самой Светланы недоумевают, как такое возможно. Иска не очень та же иска, где даже артист так не сыграет роль. Это такое всё-то было естественное. Я не могу понять. Они говорят, что второго убили. Что у меня галлюцинация или что? Восьмого она звонила, поздравляла. Закатом уходит. Сейчас и Александр, и Светлана задержаны. Они дают признательные показания, уже не проявляя свой артёрский талант. О том, как следователи вели поиски и вышли на убийсть, подробнее в репортаже Ивана Трушкина. В делах о пропаже детей следователи всегда изучают версию о причастности родителей. Но тут она быстро стала основной. Несмотря на то, что детектор УГЖИ вроде бы подтвердил правдивость первых показаний Светланы и Александра, насторожиться заставили противоречивые показания матери и быстрая смена её настроения. Удивление следователей вызвало спокойствие женщины, несвойственное любой матери, потерявшей ребёнка. Потом нервы Кулагина и Шкатцовой совсем сдали. Они не явились на несколько допросов и спрятались в подвале дома друзей, узнав, что их может ждать ещё одна проверка на полиграфе. Через несколько дней после очередного разговора со следователями Светлана призналась. 2 марта, за 9 дней до так называемого похищения, сожитель избил её, а потом ударил дочь по голове и со всей силы бросил Аню на диван. Девочка умерла на следующий день. Вызвать скорую сожитель Светлане не дал. Он, по её словам, наутро мало что помнил. Потом забрал тело и отвёз куда-то за город. От подробностей мороз по коже. Труб дочери Кулагин сжёг и закопал в могиле её бабушки. А потом родители стали решать, что делать дальше. Значит, дому прилегающие какие-то там несколько разы, значит, временные постройки и так далее, всё отработали, всё проверили. Вызвали. Вызвали. Спустя 8 дней на службу вызвали всех брянских полицейских. Светлана Шкатцова объявила, что у неё украли дочь. Зашла ему в магазин за кошачьим кормом. А за те 5 минут, что коляска была без присмотра, её кто-то увёз. Слёзы якобы безутешной матери тронули многих. Сотни добровольцев прочесывали улицы, обыскивали подвалы и чердаки. Но ничего, кроме коляски, не нашли. Эту инсценировку отец девочки планировал больше недель. Мужчина уехал в Москву и оставил там сотовый телефон. А затем на автобусе вернулся в Брянск, чтобы уже самому принять участие в инсценировке. Для этого он приготовил женскую одежду, парик, очки. Именно Кулагин и увёз оставленную Светланы в пустую коляску, бросив её в подъезде через 300 метров. После признания Шкатцовой его задержали в Москве, где он посменно работал охранником. Загадка, как такой человек, не был на постоянном контроле у органов опеки. Кулагин, судим за драку, известно, что у него бывают приступы агрессии, и ещё до рождения Ани его трудно было назвать благополучным отцом. У него имеется двое детей от первого брака, в отношении которых он был лишён родительских прав. У него имеется ещё двое детей от другой сожительницы. Поэтому этот человек, который с такой лёгкостью бросает родных детей, он был потенциально опасен. Пока родители девочки планировали инсценировку похищения дочери, их не раз видели вместе, улыбающимися. А Светлана регулярно выходила на улицу гулять с пустой коляской. Её за убийство, в отличие от Кулагина, судить, вероятно, не будут. За укрывательство, неоказание помощи и неисполнение родительских обязанностей ей, по предварительным оценкам юристов, грозит два года тюрьмы. Иван Трошкин, Евгений Уронов, телекомпания НТВ, Брянск, Москва.